Так, ну и мы сейчас возвращаемся к просмотру фасткапа под номером 5898, команда Галактик Репаблик против Рус Эмпайр, и теперь у нас небольшие проблемы опять-таки возникли, АБС у меня снова вылетел, надеюсь, третий раз он не вылетит, и вроде бы сейчас мы продолжаем, и всё вроде бы нормально даже. Да, ну и можно ещё раз сказать будет про лейнап, я думаю, значит, агрессивная триплата Репаблики в виде шаду шамана Андайенга и Темплар Ассасин, на боте у нас Кентавр в лёгкой, будет хардлайнить, и на миду у нас Разор, против него стоит Брюмастер, на топе у нас Соло Дэш Профит. Да, она тут будет огребать, мягко говоря, потому что тут Темпларочка, во-первых, и во-вторых, тут ещё саппорты, которые спокойно могут зацепить. Ну тут пока она иллюзиями отогнала шаду шамана, поэтому пока зацепить не получится. Вот Темпларочка уже побежала бить лицо, не знаю зачем, потому что она больше потеряла, чем получила. Ну и тупо будет либо перефарм какой-то, либо аннигиляция, потому что Дэш Профит тут реально слабовато, нужно сюда отправить будет Брюмастера. Да, ну и на боте у нас Кентавру-то ловить особо нечего, есть Силак с прыжком, есть Алхимик, и как бы легко будет его поймать, если он подойдёт хотя бы. Так, аппарат полетел на топ, помогать, собственно, своей Профеточке, которую тут подпробили из-за тамбы. Хорошо, тут Фласочку поражал аппарат на неё, и, в общем-то, выживает. Проверим ещё раз АБС, на всякий случай. Не, вроде бы сейчас нет, но стрим пока не запустился, но, по крайней мере, он не выключился. Да. Ну и, кстати, вот Темпларочка неплохо уже просила от задувочек Профетки. Да, довольно-таки сильно её пробивает, учитывая даже, что есть, в принципе, рефракшен, который можно нажать, но она не горит желанием. Покупать смог Алхимик. Ну и перетягиваются у нас саппорты на топ, даже Профит отгоняет, что душеман просто. Вот, подошли все сюда, сейчас должны попытаться подцепить кого-нибудь, вот аппарата спалили, и понимаешь, что аппарат тут не один такой, хотя Тимпларочка пошла ему тоже побить лицо, и назад. Да, ну и вроде запустился стрим, всё отлично, всё прекрасно. Да, я тоже попросил проверить, и надеюсь, сейчас всё будет нормально, без лагов и без перебоев, потому что третий раз перезапускать стрим уже как-то, мягко говоря, неприятно. Да, отправляется у нас аппарат на мид, будет ставить абсервер, да. Такой удобный абсервер. Будет следить за перемещениями саппортов. Ну и на топе у нас могут сейчас убить Шатул Шамана. Да, вот гонят того Шатул Шамана, последняя тычка, ФБ для, собственно, Баньши, ну и сразу же её убивают в ответ. Сильно тут, кстати, алхимик замедляется за счёт маленьких зомби. Ну, накручивает баночку, кинул в Тимпларку, та нажала рефракшн вовремя. Вот её примораживает аппарат. Аппарат сейчас может, ну, по крайней мере, прогнать Тимпларку. И сейчас Парафетка пойдёт дальше фармить. У неё, в общем-то, даже по крипсату всё не так уж и плохо. Той же Тимпларке крипов меньше оказалось. Да, ну и видим то, что у нас саппорты перетянулись на топ, а Сларк фармит против Кентавра. Ну и пока что удачно, но взгляд он фармит, имеет 17 на 4 крипсат. Да, по левлу не отстаёт от Кентавра, что очень, ну, очень правильно, потому что саппорты ушли, и если бы они оставались с этим Сларком, то пользы бы от них не было. Кентавра они вроде бы не убивали, и Роуми никуда не ходили. Вот, кстати, Кентавр сейчас разберётся со Сларком, да. Хороший проказ в начале игры. Ну и, в общем-то, Кентавр оправдывает, ну, своё назначение, так скажем. Он должен ходить, поначалу делать какие-то фраги одиночные, за счёт его большого количества ДПСа. Ну и потом уже выносить какой-то быстрый даггер, ну, как тот же Брюмастер с другой стороны. Приятно, у них одинаковые роли. Сходить куда-то зароумить, потом купить себе даггер, идти ещё роумить, помогать команде с ульта, ну и, в общем-то, всё. Весь потенциал персонажей. Да, ну и Тимпларочке стало некомфортно стоять на линии против Три Плэк. Так, Шадоу Шаман поймал, собственно, Профетку, но та убегает. Вот залетел Алхимик, станчик очень долгий, по Шадоу Шаману, минус Шадоу Шаман. Тимпларочка сейчас всех тут убьёт, по-моему, в соло, хотя её добивает Профетка. Угу, зомби дэбл килл себе забрал. Ну и Брюмастер на хосте уходит для размена, приходит, чтобы сделать размен, и аппарат тоже умирает. Трипл килл от зомби, можно посмотреть. Трифт-три размен, но он больше для команды Эмпайр лучше, потому что они получили по экспе и по голде больше, поэтому... Да, плюс ещё получил деньги Брюмастера, а там получил андайинг. Да, так что разница очевидна. Да, ну и... Стоит медуал Алхимик, Алхимик ждёт, пока сюда подойдёт, собственно, Брюмастер. Брюмастер с ультой, но Алхимик готов раскрутить банку, кинуть в кого-нибудь и убить. Можно даже тут Кентавра на боте попытаться поймать. Сларк сейчас получит ульту, и, в общем-то, уже можно будет дуалиньки легко убивать. Так, пытается поймать Разора, Разор высасывает дэмэдж, Брюмастер отходит. Да, пробежал Алхимик, сейчас должен быть Клэп, Клэп, КД пока. Клэпа не хватает теперь маны, сейчас должен отбегать от Чисуса Брюмастера. Не, Брюмастер ради уходит, Алхимик сейчас станки, не просто так. И все ушли на лоу хп, это даже в плюс для Разора. Хотя тут руна сейчас появится, если это будет регент, то Брюмастер реально счастливчик. Да, ну и такой плохой ганг от команды у нас Империя. Ну, не столь плохой, но они, по крайней мере, прогнали. Потому что Разора так, такого сложно убить. Да, поймали, собственно, опять профетку. И, да, и добивает Тимпларочка. Сильно много контроля у нас у агрессивной триплея и паблики. Ну, не так уж много, может быть. У них очень много бёрст дэмэджа. Тимпларочка, которая бьёт, Мел даёт, и минус армор. Шадоу Шаман, который может кинуть азершок и свои остальные скиллы. Такой это у нас, брат? Опять-таки аппарата. Ну, это пил. Опять Шадоу Шаман делает своё грязное дело, получает для себя фраг. Тимпларочки сбили рефракшн, приморозилась и побежала дальше. Задунаился. Да, убился нейтралов, но и пока ульты нету Тимпларки, всё очень плохо, и профетка просто уходит пешком отсюда, ещё сейчас погонит противника отсюда. Что-то Шаман покупает смог, ну и саппорта у нас. Империи довольно-таки активные. Да, алхимик побежал, давать станчик, взорвался, больно, пошла тамба и просто прогнали. Пока только прогнали. Тучечку на всякий случай. И сейчас, сейчас должны как-то команда Империя подтянуться сюда, потому что сейчас спокойно, если хоть кого-то одного убьют, то спушат спокойно. Нет, спушат спокойно Тауэр, потому что остальные отойдут. Да, у Дэш Профит есть шестой уровень. Ну и маны-то на ульту нету. Да, до сих пор у Тимпларки нет ульта. Ну, у Раста до ульта ещё очень далеко. На миду тут Разор пока прогнал Брю. Брю пошёл за Руной. Собственно, опять контролит. Там Андайн убежал на лоу-лоу ХП. Там ХП, наверное, 10 оставалось, то и меньше. Ну, Профет кидали опять Спейс, она собирает все барабаны на скорость. Ммм, Йолл можно и потом собрать, правильно, в принципе. Угу, бегает Шадоу Шаман, опасно. Могут его сейчас зацепить саппорт? Да, сейчас саппортер должен увидеть, сейчас должен Алхимик накрутить стан. Ну и спей, дай. Кинул стан. Сейчас ещё приморозился. Сейчас просто с руки. Да, приморозился и... Шадоу Шаман умирает. Ну вот, кстати, если бы он не кинул эту сеточку, он мог ещё попытаться убежать. Ну, он... Да, он немножко неправильно поступил тут, так скажем. Темпларочку опять прогоняет Соло Профет, учитывая, что тут у неё ещё есть ассист в этой Тим Пларочке. Ну, хотя тут тоже команды империи потихоньку подтягиваются. Ну и Републик тоже должны прийти, хотя бы в троём они тут стоят, это ладно. Потому что им тут тоже спокойно могут проживать талантин. На Кейн побежал за Сларком, Сларком отсюда убегает. Тут Тим Пларочку привязали, Тим Пларочка пытается подраться. Полудохлая Профетка. Даблкил всё-таки сделала. И это 3 в 1. Ещё аппарат тут проседает сильно. Ну и Алхимик тоже проседает. В нём целых 5 зомби. Очень-очень сильно. Смотри, 100 хп. 8 зомби. Да, по-моему, тут зомби хватит хп. Тех зомби, по-моему, умрёт, но не пошло дело у зомби. Был слишком большой рейндж. Да, ну а на боте у нас, несмотря на то, что Сларк имеет одну смерть, он имеет топ грипп стат 44 на 8, в то время как у Кента 23 на 2. То есть подтянулся у нас Кентавара, обогнал по опыту. Ну да, он за счёт кила, за счёт преимуществ по экспе. Сларк тут примерно 1 левел. Ну Кентар ещё, видимо, убегал куда-то, раз он по левелу проседает от Сларка. Хотя тут, в принципе, даже преимущество есть, так скажем. Опять Брю контролит руну. Он всё равно забирает себе. Десятая минута, есть даггер. И скоро будет, скорее всего, какие-нибудь арканы. Было бы неплохо видеть их. Потому что Монопол у этого персонажа стоит желать лучшего, мягко говоря. Ну и стоят уже ребята из команды Репаблик. Шадо Шаман сейчас может заспить Дэш Профит, сильно далеко заходит. Нету варда. Ренж? А, хватило похоже. Нет, нет, хватило только на Хекс Ренжи. Сразу 2 СТП. Дрю мастера и аппарата. Побежал Кентар, тут Сларк от него мансит. На всякий случай ульту прожал. Ну, немножко рановато. Можно было ещё подождать. Ну и в четвером на топе сейчас будут принимать у нас Тэмпларочку. Да, нужно купить Сларк у ТП и нужно купить Кентавру. Кентавра тоже нет в ТП. Ахимик полетел. Так, успел кинуть баночку. Баночка, шадоу Шамана под Тар. Тэмпларочка отсюда бежит. Прибежал Брю мастер сзади, убил шадоу Шамана. Гонится, нет, не гонится за Ондайнгом. Ондайнг просто, скорее всего, убежит отсюда. Да, чуть опять не сдохал химик от этих зомби. Бедных, которые его уже почти три раза убили или один раз убили. Да, Брю мастер снова отлично влетел. Ну и Тимпларочка сидит в инвизии, аппарат умирает. Как просветки-то нет. И сейчас, скорее всего, задумочка будет. Не, маны не хватает. Тучки тоже нету. Ну или Клэп будет. Все, Тимпларочка убежала. Выиграла момент. Выбрала. Ну и сейчас должны допушить Тар. У профетки еще тут ульта есть. Ну а Разор тем временем мид сломал. Несет себе Мекку почти. Ну там плюс-минус 500 голды и будет Мека. Разор у нас неактивный по файтам. В то время, как у Брю мастера он счет 3-0-0. Да, у Брю мастера все нормально. У него много киллов. Ну ассистов пока нет. Но он в основном улетает и убивает кого-нибудь с Клэпа. Сейчас могут заспеть Брю мастера? Нет. Респугался разводу сам. У него есть льда, так что его очень сложно заспеть. Тут дизейблов такта всего два на команду. Ну три. Хекс я почти не считаю, потому что он там на одну секунду. Только чтобы замедлить чуть-чуть. Поэтому Брю мастеру тут будет довольно-таки приятно драться. Пока не будет промакшенный Хекс и сеточки. Тогда Шедо Шаман будет этого Брю мастера спокойно ловить в замесе. Вот побежали в четвером смаке. Команды Репаблик. У них в принципе хороший потенциал подраться сейчас с кем-нибудь. Ну Профеточка тут продолжает фармить. Ее сейчас обойдут. Обойдут, скорее всего. Но она понимает, что где-то ходят ее противники. Вот ультокин Тавра сейчас свяжут, да. И в общем-то минус очередной. Все для команды Репаблик идет пока более-менее хорошо. Хотя они там умирали, но я думаю по голде. По голде тут небольшое преимущество. В районе тысяч это даже не преимущество. Это вот этот... А, нет, стоп. Да даже это не Атауэр. Тауэр-то упал немножко в другую сторону. Так что перифарм тут скорее, да. Перифарм тут империя идет. Ультопатрейм от аппарата. Да, аппарат хорошую льту кинул, но этого мало. Тауэр упадет. Темпларочкой потанкует. Тут забили кентавра в итоге. Есть Лотару с Ларка. Лучше бы купил себе ПТ сначала. Или Медасик, или ПТ, или... И Медасик. А потом уже Лотар. Темпларочка без ульты. Че, вы шутите, или это она просто... Новый Энви с прокачкой непонятной, покупкой непонятно чего. Блудстоун, первый арт на Тинкере. Угу, полетела ульта аппарата на низ. Сейчас должна залететь по двоим, как минимум. Вот, вот эта ульта. По одному разору. Ну, не так уж и плохо. Мы оставили одну профетку у нас фармить на топе. Сейчас она спушит, скорее всего, Тауэр. Да, я... Ее всю жизнь оставляют на топе, она отсюда и не ходила. Ей не надо. Экшен приходит к ней. Потому что... Потому что она идет пушить, и экшен приходит. И просто ей только что отдали Тауэр, то... Ошибка, реально ошибка. Да, потому что нельзя просто так отдавать Таура, так... Легко. Ну и теперь нужно дефать Т2. Нет, не нужно дефать Т2, оказывается. А тем временем империя во вражеском лесу просто оккупировалась. Ну, они побежали, тут разор что-то пытается цепануть сларк вообще. Даже лотар не думает нажимать. Пошла альта Кентавра, тут летели на профетку, которая только что отрегенилась. Ну и ее просто прогонят, у нее слишком много скорости, а сбить нечем. А сбить нечем. И что-то шаман был далековато. 400 хп? Ну, это не столь существенно, если что, там будет глиф потом. Когда в следующий раз уже будут заходить. Так, по-моему, поймали Тимпларочку. Понятно. Ошиб... На ошибках не учатся. Первый раз не купили против Тимпларки Досты. Второй раз тоже не купили. Смотри, что-то шаман против Тимпларки Досты. Все в меге тыкает. Вот, Тимпларочка прожала рефракшн. Ну, почти со Сларком разобралась. Тут нажал Лотар. Побежали тут на Шилу Шамана. Еще Сайленс сверху. По Разорчику. Ну и должны тут, как минимум, прогнать его за Тауэр. Брюмастер готов лететь. Дать ульты Клэп. Так, и там был. Да, вот Алхимик хочет дать свой второй скилл. Разложился Брюмастер. Разор все равно насосывает. Доченько разложился. Да, Разор почти добил Алхимика. Не попал пока задумочкой. Тут он дает. И Кентар должен убегать. Нет, тут подняли. Сларк не сможет прыгнуть. Сларк будет по нас интересным. Нет, мы спили. Стана тут не будет. Дали Сайленс во время. Сейчас вот тут уже можно дать стан. Да, сейчас будет ультал Кентар, и он сможет убежать. Сейчас надо давать ульту. Нет, все поздно, поздно, поздно. И это очередной фраг. Можно будет посмотреть, сколько человек вообще убили. А, это только за Кентаром. Тут человека 4, как минимум, убили, а то и 5. Поэтому очень хороший файт для команды империи. Так, вот прибежал опять Шадов Шаман. У него есть ульта. В принципе, это уже достижение для Шадов Шамана. Потому что часто он заканчивает игру, не прокачав этот скилл. Да, да, да. И просто с тапочком бегает до конца игры. И без ультимативной способности. Ну или с вардом. То тоже такое бывает. Два пса лежит в инвентаре, он их так и не поставит до конца игры. Но этот вроде бы более-менее что-то знает. Ну и кстати, непонятный такой мув от Репаблики. То есть, вот, произошел замес на боте, да? Очевидно то, что в пользу империи. Ну и зачем вот они сейчас вернулись вчетвером на бот? То есть, нет, чтобы рассредоточиться и фармиться, как есть заготовочка для текста. Они возвращаются сюда и просто тут ничего не видят. И как бы им опять придется расходиться, использовать телепорт. И как-то непонятный мув, на мой взгляд. Да, часто такое совершают команды, что они просто творят всякий бред. Идут непонятно куда, непонятно зачем. И в итоге проигрывают. Почему проиграли? Такой вопрос появляется у всех. А вот такая есть причина непонятная. Вроде бы все шло хорошо. А в итоге проиграли из-за таких нелепых мувов. А вроде бы такой нелепый момент, ну как бы особо несущественный. Но 2-3 крипа могли добить за это время. И как бы это ощутимо. Так, дасты нажали на сларка. Нет, не попало по сларку. Он тоже с чувством дастов. Так, вот этот сларк сейчас такой агрессивный парень. Сейчас если что разлож... Нет, тут если что должен подойти брюмастер где-то. Не, у меня пока нет ульты. Пытался влететь, его сбудели за секунду. Алхимик куда-то не туда зашел. Брюмастер без ульты. Я думал, он сейчас прилетит, разложится. Но он что-то поздновато. И минус 4. Не знаю, какие-то непонятные мулы совершают команды по очереди, то одни пошли делать всякую фигню, то другие пошли просто умерли все подряд. Да, это вот просто аналитик поет. Тут алхимик заходит в толпу. Но это типичный фасткап, так скажу. Потому что оно так обычно и заканчивается тем, что одна команда начинает тупить, а вторая этим пользуется. И в общем-то они так периодически друг на друга тупят. Кто кого перетупит, тот и проиграет. Ведь вся суть этих фасткапов. Кто-то пей, тот и проиграет. В общем-то, это вся суть, по-моему, у всех игр. Все и доты вообще. Ну, не все и доты может быть, но большинство, по крайней мере, игр точно. Так, культа аппарата по четверым, не по троим, только там еще ата. Отошел, а, отошла в сторону темпларочка. Но она тут бегает на хосте, чекает все лицом. Ну, а тут, тут теперь решили вчетвером. По-моему, это традиция уже. Если ты решил затащить, то иди вчетвером на бот, если тебя там убили минут назад. Нет, ты знаешь, это такая традиция, это возвращаться на место гибели, где тебя почти этим вайпают. Да, и в итоге убивать четырех игроков противника. По-моему, это уже хорошая такая традиция, и это должно войти. Да, вот они понимают, что, может быть, сейчас это сработает неправильно, и не выигрывают замес. И у них все шансы. Глиф есть. Ну, и стоит за Т2 прожимать смок. Будет залет, есть лика Кентавра. Сейчас Кентар должен нажать кнопку. А Дашпрофит-то нету? Кентар не нажимает кнопку. А где Дашпрофит? Она вообще в мид фармит. У нее нету ТП. Вот это тоже очень типичная ситуация. Залетает Кент. Да, бегают две четыре чувака, которые хотят драться. А ты без ТП. Вот Брюмастер, который не разложился. Вот еще один, который ничего не сделал. Сларк кого-то в итоге даже нарезал. Сейчас будет 2 в 2. Ну и Сларк убегает отсюда. Сларк более-менее сделал размену. Убичку была там Пларочка вскрыта. Сейчас еще догонит тут аппарата, скорее всего. Хотя он сидит, как царь. По-моему, он сейчас... Не, не должен убегать. Пытается, пытается убежать. Пытается Сларк подсоявить своего друга. И, по-моему, Сларк свою погибель. Подставил сейчас, да. Свой погибель сейчас определил. И аппарат зато выжил. Вот смотри, Дашпрофит влетает непонятно куда. Да, у нее еще и насосали урона. Хотя она разорта должна убить. Мне не хватает. Сто хп остается этого разорчика. Ну и, в общем... Да, в общем-то, опять пошли, умерли. И традиции продолжаются. Брюмастер пришел. Но у него есть ульта. Нажимал пиво. Побежал за Кентавром. Ну, Кентар тут должен убежать. По идее, хотя можно еще Клэп, но идет и рассложившись. Да, у него блинк на когда только что был. Вот сейчас Клэп будет. И... Ну, раскладывайся, друг. Все разложился. Сейчас даже... Должен, точнее, дать станчик. Минус Кентавр. И тем пларочкой сейчас убежит. Да, у нее 390 месса без фейзов. Кстати, она их не прожимает. Она... Исформистриков. Рядом, рядом с врагами. Ну, блин, это традиция. Всегда нужно пофармить крипов в вражеском лесу. Вдруг кто-то захочет зафармить с противника. Значит, дэш профит у нас. Дэфейт топ. На мид перетянулись у нас репаблик. Хотят теперь на миде пофидить. На боте она собирает бремастер-тауэр. Имеет 1300 голды. Тарит себе аганим. Аганим на бремастере не очень, как мы все знаем. Ну, лучше собирать какие-то ауры. Например, Владимир. Саппорт алхимик. А, Владимир у нас. А, Владимир у с алхимика. Ну, ладно. Ну, в общем, нужно собирать артефакты на команду. Аганим он ничего почти не дает для бремастера. Он кулдал не уменьшает. Только дюрейшн добавляет. И, в общем-то, все плюсы аганима заканчиваются. Вроде бы дюрейшн. А, нет. Даже дюрейшн не добавляет. Раньше добавлял, по-моему. Ну и... Не знаю. Моби-команда на мете теперь. Есть ли смысл вообще теперь в этом аганиме на бремастере? Так, алхимик просто забревает. Да, алхимик тут вроде бы даже убежит. Сейчас нужно еще тычку дать. Хотя тут аппарат еще подставился. Тимпларочка очередной килл. А теперь у нас приморозят. Приморозят трозор, честно. Это нет. Начинают тут бить все друг друга. И в итоге убивают. Ондайн, Гасларк убил, считай, тут двоих. И сейчас еще пойдет, убьет тут. Например, тимпларочку или кентавра. Под ультой беншета сделать легко. Так вот, тимпларочки есть инвиз. Да, прижимают и... Ребят, ну, пора покупать дасты. Да были тут дасты, все нормально. У Раста точно, да. У Раста просто там умер. Поэтому он ничего не нажал. О, алхимик пошел. Вместе с командой, наконец-то. Он там еле выжил в тот раз. А сейчас он возвращается в бой, и можно пойти пушить. Вторая ульта у него уже откуда-то. Кстати, плюсы качает вместо монетки. Не хочет формить из принципа. Сларк купил башер себе. Интересно у него артефакты складываются. У него никакого... Да, мы же... Ну, никакой... Никого намека на такс-пит. И поэтому... У него все будет так плохо, если он не сможет наворвать много атрибутов за замес. Ну и почему это очень печально? Если он собрал мою шромку, вместо башера, то это было бы явно лучше. Он собирает себе бкбшечку. Ну и опять подтягивается на мид у нас команда Репаблик. Угу. Ну и сейчас должны в очередной раз подраться. Ну сейчас еще 2-3 замеса, я думаю, игра решится уже в чью-то сторону, потому что как-то слишком это все резко происходит, и преимущества так такового почти нету. 5 тысяч туда-сюда, в принципе, это не столь много. Мы пытались сейчас делать байт на темпларочку у нас на боте. Да, в товарах эти все деньги лежат сейчас, в которой можно отыграть команде империя, о, точнее, команде Репаблик. И у них все шансы. Ну и что, побежали тут на Профетку, у нее, в принципе, много МС, и она должна... Хороший стан, по таймингу. Залетела ульта-аппарата сюда, по двоим. По трейм, или нет? Ну, троих их заделок, считай. По двоим залетела нормально. Профетка промазывает тоже своим сформам, которым промазать, то нереально. Да, Сларк промазывает прыжком. Угу. Симфония фейлов, Сларк сейчас подрется тут, наверное. Хороший стан сейчас, хотя бы не фейловый. Ну и Профетка должна просто убежать. Отличный стан, по троим. Пошли Змеечки. Тимп Ларочка нажала манту. И в итоге 2 в 1 пока Сларка. Профетка полуживая. 2 в 3 уже. Ну, 1 в 3 даже. Я думаю, все-таки Профетку там кто-то добьет. Хотелось, что она тупо убежала с ТП. Ну и сейчас можно зафармить ворды, наверное. А, алхимик, получается, дополнительные деньги за зомби. Это такой абуз 228. Еще сейчас Раста зафармит всех энчентов. Тоже абуз. Всегда ставьте вордов, когда дадеетесь рядом с энчентами. Ну и Профетка сейчас заберет пару вордов. Направляйте эти Змейки не на врагов, а на энчентов. Ну или не на Таура, а на крипов. Тоже вот это первое правило Паба. Направить на Расте ворды на крипов. Все, просто не доправлять, выполнен. Но иногда они сами могут на Таура направиться. Все будет уже неправильно. Это рандом.орг, так вы знаешь. Да, ну и Профетка у нас толкает на Бочке. Линь. Она толкает на линии, у нее в принципе все хорошо по артефактам. Есть БКБшечка, которую можно прожать. БКБшечка 10 секунд, она только что закупила, видимо, либо не пожимала. И, в общем-то, тут БКБшечка и у Сларка есть почти. Не знаю, почему он так мало выносит замесов. У него вроде бы был этот Огроклап и еще куча денег, а сейчас у него уже как-то маловасто. Всего 1000. Вот Сларк залетел на шадов-шамана, в Рюмастер должен разложиться, разложился в Рюмастер. Драка, по-моему, 2 в 4. Тут, кстати, пришла Профетка, у Профетки нет, только она ее не может прожать. Сларку убили. Тим Пларочка разбирается с такими. Да, Тим Пларочка теперь встанье и поэппался тут еще. Андаинг, это минус 4. Драка началась 2 в 4 и все подтянулись из команды Империи. И разобрались со своим противником. Все у них, дольки, красиво получилось. Да, ну и огромное преимущество получили в 3000. Да. Сейчас уже оно тянется потихоньку в десяточки добрые. Это уже, дольки, приятное преимущество. Прожимают глиф. Ну и вот, Рюмастер, который просто отпугивает, когда все пушат. Добавайте, что я сейчас должен шадов-шаманск. Пить за одну из чекунды воспринимают и сейчас должны на Т3 зайти и нету глифа до сих пор. Он не обновляет, что после того, как падает Т2. И в итоге сейчас должны добить как минимум Т3, а можно и барак какой-нибудь ренчевой. Да, смотри, как я встал кентар подвоем сейчас, да, свой проказ. Должен давать ультимейт, дает ультимейт кентар, все пытаются отбежать из команды репаблик, поднимают кентар в Юл. Все по тактическим действиям, когда кинули стан, ну, от алхимии был стан. Ну, и, кстати, я просто не догонюсь сейчас. Сларк прибежал, Сларк начал бить Лиса, бьет он Ондаинга, должен убить Ондаинга как минимум. Сейчас прыгнет, прыжочек, нажал ульту и нужно теперь убежать отсюда. Неплохо, он подрался так, один в четверых заходит, такой убивает и убегает. И Риген еще забрал себе. И сейчас с фулмоной может вернуться и подраться дальше, потому что тут, в общем-то, рядом алхимик, который тоже суетой, и сейчас у него будет Блэйдмейл. Прыгнул слаг на тимпларочку, сейчас нажмет, да, нажмахал он свой лотар, побежали тут еще на тимпларочку, поздали Сентрик, наконец-то, минус тимпларочка, минус 3. Ну, сейчас минус сторона точно. Сейчас, да. Что у нас по байбекам? Вот, поднимали шадов шамана и очередной минус, минус 4. Байбеков-то нету? Да. По голде там, наверное, по преимуществу в районе 5000 сейчас уже, ну, в районе 15 тысяч сейчас уже. И должны спушить как минимум одну сторону, вторую не получится, потому что два стоит, как всегда, отбывает. Подборюмастер разложился в виде раззора, и можно прописывать ГГ команде. Репаблик не успел кинуть стан ни в кого. Сларк с БКБ, наконец-то. Миллион лет ему надо было, чтобы купить этот БКБ. Ну, сейчас должны зайти на Т2, не знаю, с чем они тут бегают, поэтому хайграунду, хотя, наверное, все туалетры улыбить. Ну, Т4 сложно ломать, тут кинта Рендаинг уже появились, такая главная сила в драке, именно мужская. И они, в принципе, могут, если что, задевать. Ну, и прописывают ГГ команде Репаблик. Все-таки они согласились с тем, что они проиграли. Поздравляем мы команду Империю с победой. Они проходят... Это 1-4 сейчас, скорее всего, будет. Не, они в полуфинал уже проходят, да, 1-4 здесь была. Они в полуфинал прошли, и, в общем-то, у них все довольно-таки приятно складывается. И мы с вами увидимся на следующей игре. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok